ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ранним утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Это самая дальняя атака украинскими дронами с начала войны. Беспилотники должны были преодолеть как минимум 1200 километров. Источники украинских изданий в разведке заявили, что эта атака была совместной операцией СБУ и ГУР Украины. Нижнекамские целью удара стал нефтеперерабатывающий завод Танеко. Мэр города Рамиль Муллин заявил, что дрон был обезврежен системой РЭП и не привел никаким разрушениям. Это противоречит данным РИА Новости, которая заявила, что на заводе произошел пожар, который, если верить агентству, удалось потушить за 20 минут. Сообщается о троих пострадавших. Еще два беспилотника атаковали так называемую особую экономическую зону Алабуга. Именно здесь, по данным нескольких журналистских расследований, происходит сборка иранских ударных дронов Шахет и их российских аналогов. Генеральный директор Алабуги Тимур Шагивалеев заявил, что целью атаки были не производственные помещения, а студенческие общежития колледжа Алабуга Политех. Радио Свободы удалось сигнализировать в виде упадения одного из беспилотников. Он действительно попал в общежитие, находящееся через дорогу от комплекса производственных зданий. Удалось ли второму беспилотнику повредить промышленные объекты, точно неизвестно. По официальным данным, производственный процесс в Алабуге нарушен не был. В результате атаки пострадали 13 человек, все студенты колледжа. Как удалось и ранее установить журналистам-расследователям, студенты Алабуги Политех участвуют в сборке дронов Камикадзе. Для ударов по Украине только осенью прошлого года было использовано более 600 таких дронов. Издание «Идель Реали» обсудило удар дронами по Алабуге с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Олег Жданов подчеркивает, что целью удара было военное предприятие. Там новый полноценный завод построила Россия в кратчайшие сроки. И там идет полноценная сборка дронов. Они их называют «Герань-2». Имеют отличительную характеристику, они черного цвета. Еще несколько месяцев назад Украина не обладала дронами, способными преодолеть более 1200 километров для удара по объектам в Татарстане. Однако ситуация изменилась, отмечает Жданов. У нас на сегодняшний день до 1000 километров наши дроны летают. И сейчас уже появились разговоры в открытых источниках, что вполне возможно, что будут дроны до 3000 километров. Технологии не стоят на месте. Мы развиваемся, мы понимаем, что на всю глубину территории противника надо поражать объекты военно-промышленного комплекса. Эксперт предполагает, что атаки на объекты в особой экономической зоне Алабуга могут быть продолжены. Все будет зависеть от эффективности этой атаки. Если разведка подтвердит, что цель достигнута и, допустим, технологический процесс нарушен, то до его восстановления нет смысла повторять эту атаку. Если же технологический процесс сохранился, то да, есть смысл повторить. Олег Жданов считает, что в ближайшее время приоритетными целями на территории России для украинских дронов будут не только нефтеперерабатывающие заводы, но и предприятия и конструкторские бюро военно-промышленного комплекса. В ближайшее время, я думаю, что мы продолжим, и, как сказал глава службы безопасности Василий Малюк, что мы продолжим атаки на энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, в том числе и на предприятия топливного комплекса. Ну и плюс заводы, заводы, конструкторские бюро и заводы, которые разрабатывают вооружение. Ракетное вооружение, вот такие вот шахетное или дроновое вооружение. Так что у нас целый список и работы, как говорится, непочатый край. По мнению Жданова, удары в глубине российской территории, в частности по объектам в Татарстане, окажут и психологическое воздействие. Шило в мешке не утаишь. И вот мы смотрим по западным областям России, когда губернаторы пытаются убедить людей, что это просто возгорание, это просто задымление, это просто хлопок. Люди ж не глупые, они прекрасно понимают. И я думаю, что там тоже должны задуматься. Ну местные власти, то они на стороне Кремля. Они, понятно, они будут это пытаться скрывать и вводить людей в заблуждение. Но социальное настроение, я думаю, будут меняться. Причем в сторону того, что войну надо прекращать. Комментируя заявление местных властей о том, что удар пришелся по общежитию, Жданов говорит, что это могло стать следствием работы ПВО. Я прекрасно понимаю, что эта война еще и на информационном фронте. Конечно же, руководство будет использовать любую информацию или любую интерпретацию, которая выгодна им для того, чтобы оправдать мобилизацию, оправдать эту войну и заставить людей идти в военкомат. У них, кстати, с 1 апреля начался призыв. И он будет очень сложный, по моему мнению, в плане того, чтобы найти 150 тысяч. Поэтому, да, тут ничего удивительного. Он же не говорит, что почему беспилотник упал на общежитие. Потому что его сбила система ПВО. А если бы войны не было, то и беспилотник бы не прилетел. И ПВО бы его не сбивало. Это манипуляция. С украинским военным экспертом Олегом Ждановым говорил журналист из Дания и Дель Реали. В минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на демонстрацию одной из крупнейших после атаки террористической палестинской группировки «Хамас» на юге Израиля 7 октября и начала военной операции против нее в секторе Газы. Участники протестов, среди которых родственники, захваченных боевиками «Хамас» и удерживаемых в секторе Газы более чем 100 заложников, требуют сделать приоритетом их освобождение. Критики обвиняют премьер-министра Израиля Нетаньяху в том, что из политических целей он не идет на сделку с «Хамас» по освобождению заложников. Переговоры о сделке ведутся через посредничество некоторых арабских стран и при активном участии США. Однако перспективы соглашения остаются неясными. По сведениям издания «Эксиос», на недавнем заседании военного кабинета Нетаньяху отказался дать главам израильских спецслужб больше пространства для компромиссных переговоров, заявив о необходимости жесткого подхода. По последним данным, боевики удерживают в секторе Газы 134 человека. По данным подконтрольного «Хамас» Министерства здравоохранения, с начала военной операции Израиля в Газе погибли более 32 тысяч человек. Однако эти данные не верифицированы международными наблюдателями и, по всей видимости, сильно завышены. О том, что побудило израильтян выйти на протесты, моя коллега Ирина Ромалийская с телеканала «Настоящее время» поговорила с израильским военным историком Яковом Фальковым. Вот эти протесты, по вашему мнению, сейчас в Израиле чем вызваны? Они вызваны прежде всего тем, что люди действительно не очень понимают. Многие, не все, но многие не очень понимают, что на самом деле происходит. Мы воюем уже почти полгода, и за это время большинство заложников так и не были освобождены. Это все прекрасно знаем. И там еще остается, вот в вашем репортаже было сказано, более 130 человек. И эти люди находятся там в ужасающих условиях. И я хочу подчеркнуть, что ни один представитель Красного Христа или другой международной организации не был ни разу за все это время допущен к этим заложникам, в том числе к женщинам, к девушкам, к детям. Террористы Хамаса отказываются это сделать. И поэтому здесь люди говорят, многие в Израиле, прежде всего, конечно, родственники этих несчастных людей, но также и другие израильтяне говорят, слушайте, давайте уже придем к какому-то вообще общему знаменателю. То есть давайте либо мы побеждаем, как вы обещали, но пока вы этого еще не сделали, либо мы все-таки идем на сделку, более существенную, чем на то, на что мы были готовы. На какие уступки готовы пойти в этой сделке? Те люди, которые выходят на улицы? Те люди, многие из них говорят, что очевидно, цена за одного заложника должна быть больше. В конечном итоге речь идет о наших людях. Я еще раз подчеркну, о наших женщин и детях. Какое сейчас отношение? Это совершенно непонятно, потому что оттуда ничего не просачивается почти. Но насколько мы понимаем, речь шла о десятках за одного человека, что уже хорошо, да? По десятках палестинцев взамен на одного израильтянина. А протестующие говорят, пусть это будут сотни, например. Да, Хамас требует больше. Кроме того, они, понятно, совершенно на прошлом этапе, они согласились на то, чтобы мы выпустили из наших тюрем менее существенных, менее значительных, менее серьезных террористов, у которых много крови на руках. То есть только в меньшей крови на руках. Там были люди, которые только пытались совершать какие-то теракты, и поэтому мы сидели в тюрьме на непродолжительные сроки относительно их мы отпустили. В настоящий момент Хамас, конечно, требует того, чтобы из тюрьмы были выпущены гораздо более крутые, скажем так, террористы, люди, которые действительно планировали теракты, совершали теракты с многочисленными жертвами, которые сидят уже много лет в израильских тюрьмах, такие архитеррористы. На это Израиль не готов пойти. Протестующие говорят, что, может быть, все-таки стоит взвесить и такое решение. На самом деле, конечно, ужасный совершенно выбор, можно это сказать, да, потому что действительно в данный момент, я уже сказал, речь идет об архитеррористах, но с другой стороны, там находятся женщины и девушки молодые, и дети маленькие, все еще там, по крайней мере, есть двое маленьких детей, эти братья Бибасы известные. Поэтому это вот то, что сейчас на кону. Но часто приходится выбор делать между плохим и очень плохим. Скажите, Яков, а, как я понимаю, Нетаньяху не готов идти в отставку, чего требуют люди, не готов идти на компромиссы, о которых мы с вами только что говорили. Протесты могут перерасти, по вашим оценкам, во что-то большее? Они уже постепенно перерастают во что-то большее. Протестующие уже перекрывают центральные магистрали, центральные шоссе в том же Тель-Авиве, например, их уже разгоняют специальными средствами. Это все больше и больше напоминает те протесты политические, которые происходили в Израиле летом прошлого года до начала этой страшной войны. И да, очевидно, ситуация накаляется, потому что за нашим премьером, вот вы уже в вашем репортаже показали, там шлейф разных достижений, в кавычках, и против него в суде все еще существует это обвинение по коррупции, которое также еще как-то не пришло к своему финалу. Поэтому, понятно, человек этот любит власть, причем не только он. Мы знаем, что и семья, и его жена, например, они тоже, в общем-то, нравятся положения, в котором они находятся уже много лет. Очень много приближенных людей, которых премьер наш расставил на разные ключевые посты, которые также не хотят уходить с них, и так далее. А если Итаньях уйдет, эта операция будет остановлена, если придет другой человек к власти в Израиле? Во-первых, пока это, я думаю, все-таки нереально. Я думаю, что к счастью нереально, что будет отставка. Да, 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 да. Я думаю, что он останется на своем посту все-таки, по крайней мере, до конца этого конфликта, а может даже и дальше. Насколько мы понимаем, не готов сейчас как-то размышлять об уходе в отставку. Но если бы вдруг такая гипертическая ситуация произошла, я думаю, что относительно Рафиаха этого ничего не поменяло, потому что Рафиах, он, в общем-то, консенсус такой, один из самых главных, который сейчас остается сегодня в Израиле. Большинство израильтян настаивают на том, чтобы с Хамасом было покончено. Вопрос только о том, когда, до сделки или после сделки. Многие говорят, что сделку можно осуществить и потом довести до конца то, что мы хотим и должны обязательно там довести до конца. Потому что Хамас как организация не может продолжать существовать у нас под боком. Как вы думаете, как будет развиваться событие в переговорах Израиля и Соединенных Штатов по этому поводу? Я думаю, что в конечном итоге Соединенные Штаты как-то согласятся. То есть, очевидно, Израиль будет ограничен в своих действиях. Возможно, они не будут широкомасштабными в Рафиахе. Но, тем не менее, Израиль там доведет более-менее до конца то, что он хочет довести до конца. Американцы, в общем-то, на это согласятся. Я думаю, они, европейцы, другие игроки здесь у нас в регионе уже думают над тем, что будет по окончанию этой операции в Рафиахе. Вообще во всем секторе газа. Но на какие-то уступки Израиль пойдет? Очевидно, да. Я думаю, в отношении конкретно формата того, что будет проделано в Рафиахе. Но не более того. В общем-то, вопрос очень принципиальный. Например, это условно, чтобы понять, это, например, не с воздуха, какие-то могут быть? Меньше. С воздуха что-то нужно будет делать, но меньше будет с воздуха, и так далее. Да, очевидно это. С израильским историком Яковом Фольковым говорила моя коллега Ирина Ромалийская. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам и о России, которая интересует американцев. Вопросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Как накануне рассказал в интервью украинским СМИ мэр Харькова Игорь Терехов, в городе в результате российских ракетных ударов разрушена практически вся государственная и частная энергетическая инфраструктура. Российские военные каждый день наносят удары по городу ракетами С-300, боевыми беспилотниками, а также управляемыми боеприпасами. Как рассказал Терехов, в городе остается более миллиона человек. Из них более 150 тысяч остались без жилья. Оно разрушено. При этом мэр города подчеркнул, что необходимости эвакуации из города на данный момент не видит. Ранее российский президент Владимир Путин сделал неоднозначное заявление о возможном создании в кавычках санитарной зоны вдоль украинско-российской границы, чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов и рейдов. Издание Медузы писало, что в окружении Путина обсуждают возможность наступления на Харьков. Главком ВСУ Александр Сырский считает, что армия России при повторной попытке захватить город столкнется с роковыми последствиями. О том, могут ли регулярные атаки по гражданской инфраструктуре Харькова быть подготовкой к новому наступлению на город, телеканал в настоящее время поговорил с украинским военным экспертом Александром Мусиенко. Игорь Терехов говорит о том, что массированные удары по энергоинфраструктуре Харькова буквально уничтожили многие ТЭЦ там. Как вы думаете, могут ли эти удары быть подготовкой к новому масштабному наступлению России на город? Конкретно эти удары нет. Это просто террор, который продолжается против мирного населения. И по-другому это объяснить невозможно, поскольку помимо ударов по объектам энергоснабжения наносятся удары по гражданским объектам, по зонам жилой застройки, по домам страдают мирные люди, сбрасываются бомбы, С-300 летят, фактически неприцельно просто падают куда угодно на дома. Поэтому я скажу, что с точки зрения подготовки к наступлению это не свидетельствует. Но понятно, что Россия хочет использовать этот повод для того, чтобы продемонстрировать готовность к тому, что они будут проводить свою военную операцию и наступательные действия на Харьков. То есть, конечно же, в плане подачи информационно, в плане проведения психологической войны, которую Россия ведет тоже довольно-таки активно, они пытаются это, скажем так, демонстрировать, как будто это подготовка к наступлению. То есть, вот видите, даже информацию, которую подают российские пропагандистские каналы, на это направлено. То есть, они уже демонстрируют, что харьковчане якобы уезжают, бегут из города, там паника, деморализация и так далее. Хотя, я вам скажу, что многие сейчас предприятия работают, люди работают, пытаются вести, насколько это возможно, в таких условиях, опасных, привычный образ жизни, работает сфера бизнеса. Украинцы уже автономизировались, то есть, несмотря на проблемы с энергетикой, есть генераторы, есть альтернативные источники энергоснабжения. Но вот Россия пытается, скажем так, запугать, продемонстрировать свою готовность атаковать именно Харьков. Если мы говорим о том, когда можно будет спрогнозировать наступательные действия российских войск именно на город Харьков, то для того, чтобы их спрогнозировать, необходимо увидеть, где будет скопление российских войск, на каком направлении. Пока этого не происходит в Белгородской области. Говорить о том, что на сегодняшний день угрозы Харькову и продвижение российских войск по суше непосредственно по земле к Харькову, я думаю, что преждевременно. Но Россия хочет это показать. Но даже если мы допустим, что одним из сценариев российского наступления летом может быть атака на Харьковскую область и Сумскую области, потому что им для этого необходимо провести достаточно масштабную операцию, которая требует минимум 100-тысячную группировку войск с вооружением, с укомплектованными штатами, с поддержкой авиации и так далее. Это минимально, если не 150. То, в принципе, Харьков готовится к этому. Украина готовится к любым сценариям для того, чтобы продолжать вести оборонительные действия. Если они предпримут решение и новая ударная группировка российских войск появится на границе с Украиной в районе Харьковской области. Но в таком случае российским войскам придется уменьшить давление и снизить интенсивность ведения наступательных действий на Востоке. А я думаю, что вряд ли они на это пойдут, потому что это означает, что им необходимо будет отказаться от планов захвата Донецкой области, которые они пытаются реализовать, отложить эти планы и сконцентрироваться на атаках на другом направлении, думая, что это приведет к коллапсу украинской системы обороны и к поражению вооруженных сил Украины. А сейчас Авдеевка это главное наступательное направление у России? Сейчас, да, одно из. Еще час Авьяр, я бы сказал, то есть два таких направления и под Углидаром идут такие довольно интенсивные наступательные действия. Но обратите внимание, что вот недавно под Авдеевкой на Авдеевском направлении была предпринята попытка российскими войсками прорыва механизированными колоннами. Ну вот в эту субботу, насколько я понимаю, 36 танков, 12 БМП. То есть что это означает? Это означает то, что Россия не отказывается от ведения классических боевых действий, зная, что уже не одну колонну украинские войска разбивали, будут еще разбивать. Они все равно предпринимают попытки и упорно пытаются прорвать линию обороны именно в этом месте. А что означает потеря танков и БМП на этом направлении? Если дальше российские войска хотят продолжать наступательные действия здесь, то им необходимо доукомплектование этих потерь. Иначе в противном случае это будет невозможно. И вот тут возникает дилемма, что делать с этой стотысячной группировкой, которые хотят призвать и организовать к лету. Либо этой группировкой постоянно доукомплектовать те потери, которые несут, и вести наступательные действия дальше на Востоке, либо полностью группировку создавать под совсем иные действия. Но тогда колонны будут разбиваться далее на Донбассе и тогда там успеха им не развить. Вот собственно говоря и Украина там окончательно стабилизирует линию фронта. С военным экспертом Александром Мусиенко говорил Алексей Александров с телеканала Настоящее время. 48-летняя Лидия Прудовская из Архангельской области уехала из России в Грузию после того, как против нее возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии, а ее дети начали угрожать. Сразу же после начала полномасштабного вторжения в Украину Прудовская начала опубликовать в социальных сетях посты о преступлениях российских военных, в частности о массовом убийстве в Буче. Уже в августе 2022 года она получила первый штраф по статье о дискредитации. Донос на Прудовскую написал незнакомый ей военнослужащий. Летом 2023 года против нее возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии. Семью выселили из служебной квартиры в военном городе Мирной в Архангельской области и Прудовская с двумя несовершеннолетними детьми была вынуждена переехать в деревню. Но давление на нее продолжилось. На детьми и самой Прудовской издевались односельчане. В итоге Прудовская приняла решение покинуть Россию. С помощью одной из правозащитных организаций она выехала из страны через Беларусь, не взяв с собой почти никаких вещей. Сейчас Прудовская с детьми находится в Грузии. В России она объявлена международный розыск. О решении уехать из России и антивоенной позиции с Лидией Прудовской из города Мирный дети там в школу пошли все вроде стабилизировалось. Давление со стороны школы у них началось вот это все больше и больше там с тематикой СВО эти разговоры о важном. Потом там написать письма солдатам на фронт какие-то там мероприятия с тематикой СВО потом дети там начали одноклассники спрашивать что вот а твоя мама что за Украину там в таком что я за детей начала пугаться но односельчане там начали там пришел на разборки там один что ты что за Кахов что ли ну и вообще вот судебные заседания я уже начала понимать что вполне возможно что мне могут срок реальный дать и как бы оставить детей папа у них в Брянской области военнослужащей то есть его бы не отпустили не приехать даже и дети бы остались просто у меня одни и так как виз в другие страны у нас нет у нас были только загранпаспорта приняли решение пока в Грузии остановиться вполне возможно что мы куда-то еще переедем правозащитная организация также предоставили шелтер ну тут нормальные условия как бы проживание люди очень хорошие вокруг все помогают как бы без помощи конечно мы вообще не справились Прудовская рассказывает что критиковала российские власти еще задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину просто я вижу что делается вокруг что вот это вот все беззаконие задолго даже до войны это все началось что разграбление страны что люди живут в нищете а кто-то шокует на деньги принадлежащие российскому народу как бы меня все время это возмущало что там законы у нас все против народа принимаются а сейчас когда еще убивают украинских детей стариков я вообще не могу об этом молчать ну как то есть я должна сама себе врать в глаза что все происходит хорошо я вступаю там постоянно в какие-то диалоги с соседями там со знакомыми которые говорят нет вот мы там отстаиваем права России я говорю ну как на чужой территории можно отстаивать свои права на нас никто не нападал Крым нам был не нужен там у меня соседи в деревне живут которые из деревни никогда не выезжали а они там радуются что Крым наш я им говорю а вы были там хоть раз в этом Крыму живут в нищете полной но зато вот Путин молодец у них я говорю а где он молодец что он для вас хорошего сделал у нас там в деревне даже аптеки нет не то что а медицина там вообще даже разговоров никаких уже не придется даже элементарной аптеки нет с ребенком вот что-то случится даже купить лекарства ты не можешь я говорю ну зато Крым наш это же самое главное я отстаивала свои права там подвала суд потому что постоянно то с работы пытались уволить то еще где-нибудь обманывали потом я уже начала там где-то людям помогать вот юридическое образование получила и там тоже как представитель выступала защищала там права других ну вот так конкретно чтобы активисткой быть я не выступала так как у меня маленькие дети в основном семья тут занимала много времени ну потом когда началась война и я живя в военном городе выставляла посты против всего этого мне многие военнослужащие которых я знаю лично и которых там ну косвенно знаю но в городе там маленько все друг друга знают то есть они мне писали Лида зачем ты это делаешь и до сих пор мне там пишут что вот тебе это надо знаю для чего я выставляю но больше для себя наверное чтобы остаться человеком ну и может другие хоть немножечко о чем-то задумывались по словам Прудовской в некоторых случаях ей даже удавалось переубеждать людей мне вот писала девушка с которой мы вместе ходили на фитнес что она раньше я видела выставляла посты там поддержив наших ребят в боевых действиях им там тяжело да и потом она написала мне в контакте в общем написала что Лида там я вот читала твои посты там у меня поменялось совершенно мнение ну много так некоторых людей вот которые в деревне также например там разговаривала я разговаривала с военнослужащим который пришел из зоны боевых действий на побывку там ну на отпуск его отправили разговаривала с ним я говорю вы понимаете что вы убийца он говорит да понимаю он мобилизованный как бы деваться некуда но в то же время он говорит ты понимаешь что там столько нацистов я говорю ну от каких нацистов он говорит вот там они все равно вот против русских я говорю ну конечно они будут против русских Прудовская с семьей думает о том, чтобы в дальнейшем переехать из Грузии в одну из европейских стран. Оказавшись за пределами России, она собирается больше времени уделять активистской деятельности. Правозащитную деятельность, да, планирую, потому что хочу даже более активно все это вести, чтобы, ну, может, как-то режим, чтобы поменялся в России, и мы могли туда, я надеюсь, вернуться. С Лидией Прудовской, которая была вынуждена покинуть Россию из-за своей антивоенной позиции, говорила издание «Северреалия». Это был информационный дальше стрима «Свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свободы» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова